и так здравствуйте народ меня зовут суслик и это видео будет посвящено такой вещи как юзер пейдж меня попросили в комментариях каким-то видео сказать показать как делается оформление юзер пейджа и вот мы сейчас я все покажу прямо с нуля но изначально что вам нужно ну вам нужно хоть раз купить осу support чтобы у вас собственно открылась возможность редактировать юзер пейдж то есть в принципе вы можете один раз на один месяц купить саппорт и вы всегда сможете юзер пейдж редактировать если у вас саппорт никогда не был то и юзер пейдж у вас тоже нет вот что еще понадобится ну в моем например случае это photoshop в вашем случае это может быть как другая программа для редактирования изображений и третье собственно немножечко мозгов потому что чтобы читать вот эту нужно хоть как-то немного поднимать что здесь происходит нет все объясню так с чего начинается значит работа с юзер пейджа работа с юзер пейджа начинается ну в моем случае в фотошопе мы делаем изображение какое хотим ну вот мой случай да то есть это просто изначально картинка на этой картинке 4 4 логотипа разных сайтов например да там какая-то надпись вот логотип мой неважно да то есть вы можете на картинке абсолютно все что угодно запихать вот что полезно знать на юзер пейджи но он как бы сам по себе ограниченный да то есть ну здесь появляется бегунок конечно можно листать но изначально как бы видимая часть изначально видим часть она ограничена размер ты видимой части 620 на 192 пиксела достаточно маленькое изображение вот но все же до 620 на 192 это вот этот квадратик если у вас будет изображение больше чем это высоту то она будет пролистываться вот так да то есть ну например вот здесь видите вот вот так будет пролистываться если же у вас изображение будет шире то она просто не влезет на ваши серпи yang будет как бы вываливаться вот но его не будет видно если в изображении будет больше да ну просто не будет видно как будет за пределами вот после того как вы сделали все вот идет логотип и так далее все чего нужно на вашей картинке вам нужно его порезать картинку порезать ну я например использую инструмент раскройка потому что проще всего вы просто выделяете нужные вам куски как бы вот да и потом просто сохраняете эти кусочки каждый кусочек вот у меня допустим у меня здесь сколько пять кусочков получилось я нажимаю просто сохранить и у меня сразу сохраняется это все уже порезанное разными файлами да то есть вот сейчас вот как в этом случае у меня да я раскрою свой user page буквально только что перед за записи этого видео вот эти собственно кусочки у меня вот это лишние кусочки это я только что сделал ведь вот эти вот пять сделано это имени нужно вот я раскрою значит свой user page на 10 кусочков потому что здесь мне нужно вот четыре кнопки которые будут использоваться еще одна кнопка для скина да все остальное это кнопки инактивная то есть это не кнопки просто куски изображения что дальше дальше мне нужно эти пикчи выгрузить в сеть чтобы я мог как бы их url использовать для написания кода вот ну я использую пуш вы можете использовать чего угодно можете любой хостинг использовать куда можно залить картиночки вот то есть вы просто сейчас должны залить эти 10 картинок в интернет ну вот моем случае 10 картинок и получить с них url далее после того как эти пикчи все залиты мы начинаем собирать вот этот вот user page если вы уже купили саппорт у вас есть возможность редактировать user page вам нужно нажать кнопочку edit на находится справа значит правом верхнем углу и вы придете вот вот такую собственно такую страницу вот как вы видите здесь что с прописан код здесь вам придется наверное немножечко потыкаться почитать что делать какая кнопка но я сейчас объясню что записано у меня ну вот возьмем допустим один кусок вот тут кусок собственно этот кусок отвечает за вот эту кнопку да то есть это вы видите это первый самый это первая строка кода левая его часть моя первая строка кода отвечает за вот эту вот эту картинку и вот эту картинку дальше нажимал enter появлялась вторая строка вторая строка отвечала за вот эту картинку и вот эту картинку ну опять же что у нас здесь написано значит внутренняя функция если так можно конечно выразиться это как сама собственно картинка вот вот она квадратных скобках написано имидж закрывающие слэш и мыши внутри ссылка на изображение все эти имидж и так далее то все вот здесь вот видно да то есть вот и наш например здесь даже написано по-английски видите серым был возит вот здесь что эта функция делает или это оператор называется неважно короче вот из выставляете url картинки в этот в эти скобочки и собственно ваша картинка появляется здесь хочу заметить что если вы просто вставите ссылку на изображение то у вас и будет ссылка собственно вашем профиль вот она посылочка это так так делать нельзя нужно именно все делать с операторами так но как вы видите это лишь внутренняя часть всего этого блока до внешняя часть отвечает за переход по ссылке то есть вот здесь url начинается как видите внутренних скобках написано на url равно и ссылка на мою группу вот после чего открывается оператор туда вставляется картинка после чего закрывается оператор url вот что нам это дает получается что когда мы нажимаем на вот эту картинку который находится внутри оператору мы переходим по ссылке которые указаны в операторе ну вот то есть я нажимаю вот сюда вот у меня открывается моя группа вот так это делается и собственно так мы делаем для каждой этой пикчи доктор у меня есть у меня уже с 5 ссылок да то есть это переходит в контакт twitch steam youtube здесь качается скин сразу да то есть я просто ставил ссылку на скин в эту кнопку вот он качается вот в принципе это все что пожалуй нужно знать чтобы сделать себе юзерпэйдж ну единственное вам нужно иметь как бы нормальные руки чтобы хоть что-то сделать фотошопе либо попросите у кого-нибудь но сразу хочу заметить что по большому счету юзерпэйдж это абсолютно бесполезная вещь вот то есть как бы люди там не пихали крутые штуки в этот юзерпэйдж и так далее никто то обычно не смотрит ну по крайней мере по себе сужу вот поэтому в принципе это делается чисто для красоты да то есть просто чтобы у у вас был красивенький такой профайл где вот как красивый пикчи там еще что-то коллабы да коллабы делаются кстати абсолютно по той же схеме как я показал своим юзерпэйджем да то есть это просто нарезанные картинки вот вот именно такими блоками написано да то есть url равно ссылка внутри у вас картинка и url закрывать что еще может быть полезно для создания юзерпэйджа это пасты бин хороший сайт вот здесь можно спокойно написать весь свой код который будет нормально смотреться да то есть читабельно здесь достаточно тяжело как бы это окошко не очень удобно вот на мой взгляд а тут вот все прям прям все здесь все удобненько хорошо вот можно заширить как бы вот ссылочка там спокойно заширить код спросить что так что не так и счет не работает ну вот принципе все вроде все рассказал если какие то вопросы есть оставляйте в комментариях с вами был сослик всем удачи пока